Добрый день! Меня зовут Босова Екатерина и я приветствую вас на канале Мир Орхидей Сами Носил. Сегодня мы поговорим о детках фаленопсисов, когда их отделять и как их посадить, чтобы они успешно начали свой рост. Покажу вам деточку, которая только-только появилась. Сначала, конечно, она похожа на цветоносы, непонятно, но уже в таком возрасте мы видим сформированные листочки и уже понимаем, что это растет деточка, а не цветонос. Деточка может вырасти на цветоносе, как у меня, да, из спящей почки, а может появиться и между листиками в пазухах листа. Конечно, такую маленькую деточку ни в коем случае нельзя отделять. Она не жизнеспособна, если вы ее отделите, она просто у вас погибнет. Нужно вырастить деточку для начала, хотя бы, чтобы у нее было 2-3 листочка, минимум 2, и парочка корешочков. Конечно, у меня были случаи, когда я отделяла и с одним корешком, сейчас поподробнее об этом расскажу. Вот эта деточка, которая была отделена всего с одним корешком. И посмотрите, на сегодняшний день, какие мы уже корешки отрастили. Корешок в росте, листочки, посмотрите, в росте. И прошу вас заметить, что лист уже растет крупнее, да, предыдущих. Это очень хороший знак, что фаленопсис у нас хорошо, ему нравятся условия, и он наращивает свой потенциал. Отделила я эту детку с одним корешком, потому что этот корень был очень длинный. Эта детка очень долго сидела на маме, практически целый год. Материнское растение росло плохо, цвело плохо, мне это не нравилось. И детка не двигалась с места, новых корешков не появлялась, и я решила рискнуть. Конечно, в идеале нужно дождаться несколько корешков, если у вас есть такая возможность. Но если растет один корень, и он уже такой длинный, что ни в один горшок не поместится, конечно, нужно отделять, пока он не превысил вот эту вот длину, чтобы вам было удобно посадить детку. И вам, наверное, интересно, за какой период вот такой результат получен. Эту деточку я отделяла год и три месяца назад. Сажать деточек я рекомендую, конечно же, в маленькие горшочки. Это у меня горшочек 7 сантиметров, можно использовать горшочки из-под йогуртов малюсенькие, прозрачные бывают. Не проливайки, да, для детского творчества в отделах, посмотрите, не проливайки. Вот этот стаканчик можно использовать для посадки деточек. Ну и, конечно же, у нас посадка в мелкую кору, это мелкая фракция, и в мох. Мох нужен для того, чтобы сдерживать влагу подольше, чтобы стимул был во влажную среду в наши детки пускать новые корешки. Ну а в крупной коре вам будет сложно зафиксировать растение с малым количеством корней. Конечно, мелкая кора тут выручают, потому что у нее меньше воздушные карманы, она плотнее ложится, и, конечно же, детке там будет комфортнее. Ну и, конечно же, да, при хорошем уходе детки способны цвести. Конечно, они могут цвести на материнском растении, когда они совсем малыши, но там они цветут за счет потенциала материнского растения, а тут они уже, конечно, рассчитывают только на свои силы. Под хорошим уходом я понимаю обеспечение светом хорошим, да, это должен быть рассеянный свет, конечно же, не прямое солнышко, либо фитолампы, ну и, конечно же, полноценное питание. И вот как раз для деток в качестве питания отлично подходят витамины аминосил. Подходит и концентрат, да, аминосил, и аминосил паста. В аминосил пасте есть еще унитарная кислота, которая запускает все ростовые процессы, а это как раз то, что нужно, потому что нам нужно нарастить деткам зеленую массу, нарастить листья, много корней, и тогда цветения уже будут пышные и хорошие. Как вы заметили, мои деточки мокренькие, буквально вчера я их опрыскивала и поливала вот этой пастой аминосил с янтарной кислотой и хлорелой.